так друзья всем всем привет занимаюсь режу картошку крупному рогатому скоту своему вот так вот картошка лежит у нас на огороде здесь предлагаю на ваш суд очередной свой так сказать ролик которым в котором я иду гости к соседу владимир дмитриевичу ок у него моему соседу и иду там беру мешки у него потом там разговариваем вот в этом ролике я спрашиваю про своего прадеда шмак шмакова федора федор шмаков мой прадед который был когда-то здесь в деревне окунево председателем колхоза после наверное революции вот в те в те времена почему я решил про него вспомнить потому что при подготовке празднование 350-летия села бергамак нашему учреждению нашему клубу была поручена такая вот картинка экранизация коллективизация 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 вызывает до сих пор в обществе в нашем российском такие вот неоднозначные мнения кто-то положительно отзывается как отрицательно ну мы решили вот там сделать такую шуточную веселую картинку люди идут в колхоз поют песни пляшут частушки твоих так вот ну а почему суть решил затронуть я вот именно федор дедом прадеда потому что мнение мнение у пожилых людей те кто помнит его различные в частности в селе бергамак там тоже очень были разные мнения там кто-то ругал кто-то хвалил но одним словом так вот так что вот так вот ладно смотрите очередной вот такой вот ролик такой возможно злободневную тему для кого-то нет для кого-то да кому-то понравится кому-то не понравится думаю может быть кто-то подумает старых делах ладно пока так и что это наш сосед пенсионер творит здравствуйте владимир дмитрий привет привет владимир петрович вы чем занимаетесь что это вы народные богатства льете на землю немножко немножко вы сам виноград выращиваете какой крупный он у вас хороший это урожай этого года а как сорт называется изабелла вы не разбогатели понятно так нам нужны мешки тряпочные 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 мешки много, зачем тебе? набить туда сено, соломы и будем это как его звать? антураж ну сколько тебе мешков? ну 4-5 а ты что, их совсем заберешь? так, совсем можно это дырявые даже можно дырявые сено, солом положить сено положить это богатство Владимира Дмитриевича парни, вот смотри какие там так сейчас мы будем раскулачивать так, где там? вон мешки вот мешки смотри их тут мешков много? очень много ооо, так сотни наверное будет, если все забрать как поживаете вы, скажите? хреново а почему хреново? невесты не ходят невесты не ходят? вот смотрите вам все и все невесты надо все нужны невесты не зря говорят люди придумали пословицу седина в борду а бес в ребро вот-вот так ну и все, хватит один два три четыре и у меня дома два мешка есть кран вот возьми если хочешь кран зачем нам кран? так мешками вот взяли раскулачили ой вот такие дела Владимир Дмитриевич а вы помните про дедушку моего Шмакова? Шмакова очень хорошо помню как отношения ваши к нему как к председателю колхоза или как к человеку или к чему как? я тогда еще малой был шибко нормальный мужик был все тогда в основном народу мужиков не было война была так хорошо я поверну чтобы ты не смотрел так Владимир Дмитриевич вы помните моего прадедушку Шмакова Федора? очень хорошо помню расскажите нам и нашим зрителям а что рассказывать? была война он был председателем он был председателем колхоза была война я еще небольшой был пацаном уже некоторые мои годки бронили даже до коровок и до быка в основном пацаны работали вот женщины и пацаны и подростки мужики все были до пройдет но вот что недавно встречался с жителями села Бергамак пожилые люди и вот они говорят вот был такой председатель колхоза ох был жестокий вот помним мы это вот так вот держал и слушай парень жестоко нам пацанам жестоко казалось без этого нельзя было война была можно раньше было так вот быть каким-то нет 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 или вот нужно было вот так вот держать чтобы получали мы хлеба его все забирали государство на фронт до войду понятно жили прогресс может сказать который совсем в голову жили ну это же был не виноват не он не виноват не председателя а вот сейчас я говорю встречают там и матерей ну грубо говоря ну не матерят нехорошо отзываются вот вот как вот это назвать ну это я не знаю каждому не угодишь каждому не угодишь да я ошибка семья пацаном был я с Сеней не общался а как люди говорят что даже он который такие злостные ребята были он садил в амбар что Сережа хотел да не что просто нафиг о выходе поговорить ааа вот Ваську этого как его хондогина вроде в амбар садил но он не один шмаков был тут и Давыдович был и этот Макаров понятно после войны уж тут ну и шинь закончился они с фронта пришли да вот так неоднозначно неоднозначно и у людей создаются ну это я вот знаю что это я помню что Ваську он садил в амбар хондогин ну понятно понятно ну что-то натворил наверное ну что-то не помню что он натворил ну в общем он хондогин тот же был Васька жили во время это все на покосе она из покоса сбегала ну а как с нами поступать милиции никакой не было оно и у нас и сейчас милиция какая милиция шмаков все законы непорядок непорядок понятно а сейчас он хозяин деревья не был сейчас вот видишь как привыкли вот все там ругают того другого власти нет а так-то вот дай власть одному человеку как раньше было и все завоют и заплачут обязательно и сразу вот это плохо слушай да сейчас-то мало ли никто их не трогает мы как тебе сказать тогда мы обязаны были работать на войну ну да обязаны были трудиться все а некоторые как вот примерно сейчас Филимон он при советской власти ни хрена не работал и по сих пор вот хрен заставит Сергей Дмитриевич который ну да так оно и есть или Валера вот путался сейчас к этим ушел говорят к офицерам туда с этим с водинкой ну да там их ферма и доярки есть завтра 350 лет бергамак вот нам поручили коллективизацию сделать такую картину как раньше делали ну в бергамаке мешки сейчас возьму у меня там дома тоже два есть мешка эти соломы сен напихаем завяжем телегу там возьмем вроде как должны притащить ну эту или бричку или и на ней вроде как там проедем а есть у кого тут сейчас бричик бергамаки 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 там должны дать вчера Хрисновид ехал без колес набег 100 петра а ну а я смотрю что это за след такой я говорю вроде похоже не похоже телег сломался ему же Паша давал горбальные колеса я не знаю откуда этот телег я говорю что поломались она у нас давно стоит я говорю ну тут тебе никто их не сделал только бергамаки а бергамаки ну тоже не знаю покоинщик этот делал уже эти как звать ну так там кузница есть была кузница а тут кузнец то был утонул бетеркин что ли нет этот не бетеркин ну молодой какой-то я забыл как его звать ну утонул он железный видите палки вставлял обваривал и сама деревянная а это сам они напротив валентины ивановны сломались а потом гляжу парень на плече стопится он наверное меня вот тут взял вот это таташ 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 а еду потом он кобылу ведет а второй так идет поломались что ли я говорю зачем ты такую покупал она у нас давно стоит вроде ходка грошины такие же ладно владимир давай здоровье тебе добрую невесту да 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 когда чтобы ну вы сами поняли понятно пойдем наряжать спасибо